Я всегда говорю, что на лёд лучше в Молдове не ходить. Почему? Потому что у нас такая погода, что сегодня может быть плюс 10, завтра может быть минус 8 и мы думаем, что можно идти по льду, походить, но лёд у нас никогда не промерзает до такой степени, чтобы можно было по нему ходить безопасно. Те правила спасения, если мы оказались с вами на льду. Почитаем внимательно, потому что эти действия сейчас мы с вами будем совершать. Нашей девочке, которая провалилась 3 метра, 3 метра это вот отсюда, то есть ближе мы не должны прибраться, подбираться. Ажиотацию в мороз! Смините! Пожалуйста, помогите! Апилимба Роману спадет? Давай, давай. Можешь поспать, Роману спадет. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Они дети. Они дети. Можешь себя скolой, вместе с друзьями, с друзьями и семьей. Но, практически, мы делаем эту кампанию, и обеспечивание, не только для детей, но и для песков, для того, чтобы предоставить все эти случаи, и все эти случаи, которые происходят на земле. Все дети, которые привыкли и проводят эти экскурсии на Школу Секуратесии, все будут проводить эти курсы, эти инструкции, о том, о том, о том, о том, о том, о том, что они должны быть в состоянии, о том, что они должны делать, и о том, что они должны быть в состоянии. Не нужно подходить к льду, даже если у родители, потому что это может быть очень опасно для жизни человека. На полетах по безопасности нужно на одного человека 7, на 2 см, максимум 15 см. Дистанция держит 3 метра и нужно всегда помочь визу. Ну, нужно не паниковать, не подходить ближе к месту, где утонет человек, и возвращаться по тому пути, где ты идешь, где ты шел. Потому что там лед толще, если посмотреть вправо, влево, то там может быть лед тоньше, и ты по-другому все равно провалишься. Так. 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 Спасибо. Спасибо.